Здравствуйте! Вы смотрите программу «У нас в гостях». Вот уже на протяжении многих эфиров мы подводим итоги уходящего года для различных творческих коллективов, для театров. И сегодня также бы хотелось подвести итоги с певицей Ириной Бабкиной, которая тоже такой творческий год закончен. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Я думаю, что он, наверное, закончен очень хорошо и даже продолжается уже на протяжении нескольких месяцев как для сольного человека для вас, не только как для вашего коллектива. Напомню, что вы творческий руководитель арк-группы «Совершенство». Все-таки как прошел этот год для арк-группы «Совершенство» и для Ирины Бабкиной? С чего все началось в этом году? С чего все началось? Ну, наверное, с того, что все-таки мы сплотились как состав, это если говорить о группе. Мы выпустили первый сингл «Молотка». К нам пришла новая участница. Мы все вместе съездили в Болгарию благодаря администрации Матищинского района. Сколько все-таки у вас участников в группе? Потому что, насколько мне известно, в Болгарию вы ездили таким большим составом, а на сцене, на каких-то мероприятиях районных мы вас видим три человека. И сейчас уже четыре, как я понимаю. Сейчас чуть больше. Сейчас у нас шесть в зависимости от песен. У нас два битбоксера прибавилось, мальчики пришли в группу. Мы уже можем делать окопыльную музыку с битбоксом. И вот так в основном мы, если говорить о составе, который ездил в Болгарию, то это было семь человек, потому что там с нами ребята еще басы ездили. И когда они могут, они приезжают, помогают нам. Когда нет, то есть мы справляемся вчетвером. Основной костяк – это четыре человека. Все-таки чему способствовала замена коллектива? Сейчас они более какие-то творческие, более наученные уже, как нужно петь. Все-таки, наверное, важно знать ноты, нотную грамоту, учиться где-то, заканчивать какой-то институт или училище. Это очень необходимо, поверьте, потому что одно дело ты работаешь с любительским составом, который, в общем-то, ловит все с голоса, со слуха, то есть так, как покажет педагог. А другое дело ты работаешь с профессионалами. Но это был любительский состав. Был первый состав любительский, но вот сейчас тот состав, который сплотился, это уже профессионалы. Это люди, закончившие музыкальное училище. Поэтому мне с ними работать гораздо проще в плане, они меня понимают, что я хочу. То есть я теперь могу упускать в ход в общение такие термины, как легато, диминуэндо, стаккато, крещендо. И мне достаточно только сказать. Понятно только для музыкантов. Потому что когда, ну, не профессионал-любитель, ему надо объяснять. Ему надо показывать голосом, прежде всего, потому что какие-то слова «сделайте так, сделайте так», они не поймут. Воспринимается только на слух исключительно. Конечно, безусловно. Ну, а здесь все-таки уже после смены состава, после того, как решили поехать в Болгарию, такая, такая грандиозная, грандиозная поездка была. Событие большое. Что было потом с составом? Что было потом? Какие вернулись? Все вернулись, которые ездили в Болгарию, это уже новый состав. Но к нам добавилась еще девушка Юлия Сульчинская. Это тоже выпускница Пушкинского училища музыкального. И теперь у нас есть обладательница шикарного Сафрана, которая, в общем-то, своим звучанием создает яркую окраску. Выступали на юбилее Матищинского машиностроительного завода. И вот Юля выступала с нами в этот раз, пела «Подмосковный вчера». И достаточно качество другое уже сменила даже в звучании. А она поет те песни, которые уже группа, скажем так, спела, которые уже у вас пропетые? Или она поет только новые уже какие-то песни? Нет, она поет те песни. То есть, так как, да, учтем, что она профессионал, естественно, мне достаточно было дать ей набор нот. Все-таки не хватало сопрано даже в предыдущем? Очень не хватало. Ну, были разные кандидатуры, приходили девушки. И я смотрела, все, что было, это было хорошо. Но все-таки не было вот иземники какой-то. А сейчас все меняется и меняется в лучшую сторону. Как проводился отбор? Как проводился отбор? Да, в общем-то, очень просто. Просто я приглашала на прослушивание. Девушки приезжали, и я предлагала с нами повыступать. Там один-два концерта. Посмотрели звучание, порепетировали в аппаратуру. Естественно, тут уже, когда начинается спевка коллектива, уже ты чувствуешь, то или не то. То есть, есть какие-то шероховатости. Потому что мы, как новый состав, мы спевались месяца два-два с половиной. У каждого своя вокальная позиция, каждый начинает петь. И тут, соответственно, хотелось какого-то единства. А сейчас оно есть, потому что ребята уже спеты между собой. Это долго, два с половиной месяца? Или это достаточно короткий срок? Это короткий срок, потому что, как только мы собрались, в общем-то, через месяца, наверное, три нашего существования в новом составе, нам предложили с администрацией поездку в Болгарию. Пришлось поторопиться. И пришлось это сделать мобильно для того, чтобы все-таки, как правильно однажды сказал на эфире Вова, участник арт-группы «Совершенство», тенор, сказал, что пришлось, потому что мы не хотели ударить в грязь лицом. Все-таки мы представляем Матищинский район. Не ударили? Нет. Нет. Как вас там встретили? Это была большая победа для нас, поэтому мы, в общем-то, очень довольны, что попали туда. И очень много друзей приобрели из Сербии, из самой Болгарии, из Софии хор был женский. И, в общем-то, это была очень даже интересная встреча для нас. Но у вас в группе один такой мужской голос, у вас один Владимир. Да, один Владимир. Пока. Не хотели еще? Вы набирали все-таки женское сопрано, я так понимаю. Как-то отличается женское от мужского? Безусловно, это два разных... Есть понятие однородный состав, а есть понятие мужского и женского состава. Поэтому мне бы хотелось еще в группу, помимо того, что у меня сейчас есть битбоксеры, есть тенор, что для меня очень гордо, потому что иметь тенора в коллективе – это очень большая редкость, поверьте. Сейчас очень сложно найти хорошего тенора, грамотного, который бы понимал все, что творится внутри. С чем это связано? Все-таки с преподавательским составом во многих учебных заведениях? Не сказала бы я. Это связано, скорее всего, с отсутствием желания у людей работать на результат. Есть музыканты, есть тенора, которые, в общем-то, хотят все и сразу, а все и сразу не получается. Для того, чтобы получить что-то, мы должны работать. Мы должны постоянно над собой работать, и работать очень много. Поэтому в данном случае, вот, я считаю, что мне просто, наверное, свыше повезло. Вот, Владимир так встретился, мне очень интересно, поэтому мы сейчас вот работаем. Я рада, что они со мной. А почему именно теноры должны работать с всем остальным проще, или как? Ну, как сказать, теноры – это вообще особенный такой голос мужской. И тенора, они вообще считаются, не в обиду будет сказано музыкантам, но тенора, как музыканты, очень капризные люди, поэтому к ним нужен особенный подход. Но вот мне в этом случае, мне очень легко. Владимир, он у меня как правая моя рука. Он, мало того, что он мужчина в коллективе, он всегда привык принимать решения, он всегда, если ему что-то поставили, какую-то задачу, он исполняет ее на 200%. Поэтому здесь, если я сказала, там, Володя, организуй там, да, минусы, организуй, пожалуйста, репетицию, организуй это, я могу уже не переживать. Потому что если раньше я переживала за все, сейчас я, в общем-то, немножко отдыхаю в этом плане. Но сейчас мероприятий, ну, мероприятий уже стало меньше. Как было до этого? На каких таких, может быть, массовых районных вы в каких участвовали? В каких принимали мероприятия? Ой, сейчас сложно это перечислить, потому что мы участвовали во многих мероприятиях. И такие, как и метровагон, Маш юбилей, и в таких больших концертах, как 23 февраля, 8 марта. То есть такие районные праздники. 9 мая, наверное. 9 мая обязательно, да. И вот сейчас, конечно, этих мероприятий очень много, поэтому перечислить достаточно сложно. Когда делегации к нам в гости приезжали, вы, наверное, тоже там как-то выступали, нет? Наверное, выступали. Сейчас сложно. Много мероприятий, много, очень много. И вот сейчас только к лету я уже сказала, ребята, отдыхайте, отдыхайте, набирайте сил. Каждый уже поехал отдыхать. Вот у меня Владимир Питер уехал на экскурсию, Дарья у меня тоже участница арт-группы, она уехала на море. Сейчас просто каждый, да, для себя. Потому что я говорю, ребят, соберемся в сентябре, начнется опять закрутка, опять мы будем постоянно в разъездах, постоянно будем репетировать. Это очень много сил и времени отнимает. Но вы сказали, хотелось бы еще кого-то. Когда будет производиться набор и как можно попасть в двор в группу совершенства? Попасть можно очень просто. Я бы сказала, что это даже не проблема. В общем-то, достаточно прийти во дворец культуры Яуза, спросить меня, найти меня и просто представиться и объяснить ситуацию, что вот если молодой человек, а сейчас мне очень необходим бас в коллективе, поэтому я бы, конечно, желала составить себя видеть молодого, перспективного, молодого человека с хорошими вокальными данными, именно басовый тембр. Насколько мне известно, с наступлением лета работа Ирины Бабкиной не закончилась. Если арт-группа «Совершенство» сейчас отдыхает на море, еще где-то, то у вас идет такая плодотворная даже не запись, а воспроизведение каких-то новых сольных уже проектов, новых песен. И их услышали уже 12 июня на Дне молодежи. С чем это связано? Почему вдруг вот так решились? Это очень интересная история. Я бы сказала, каждое событие в моей жизни, ну, если говорить откровенно, не происходит просто так. Я, в принципе, как человек верующий, я для себя всегда говорю такую фразу, все, что не делается, все к лучшему. То есть, вот в данном случае, наверное, действительно это судьба. Я познакомилась с замечательным поэтом, и не знаю, можно ли его назвать мытищинским поэтом, или можно ему дать больший охват, нежели мытищи. Потому что у этого человека достаточно большие заслуги, он совершенно молод. Его зовут Михаил Фридман. Ну, я думаю, многим известен этот поэт. Да, это замечательный молодой человек. Мы с ним познакомились очень интересным образом, знали друг о друге заочно. Он обо мне, и я о нем. И вот как-то друг друга нашли в интернете, добавили друг друга в друзья в ВКонтакте, и стали переписываться. В итоге прошло какое-то время, время было затишье опять. И вот наступил такой момент, когда мне очень понадобились стихи, стихи о любви, стихи о разлуке. Был такой период в моей жизни, когда... На какую-то музыку определенную, или он просто написал изначально? Нет, на музыку. То есть мы с ним разговаривали, и он просил, Ирина, мне нужен мотив, для того, чтобы я понял, что вы хотите. Говорю, хорошо, я отправлю. То есть вот таким образом. И мне достаточно было минут, наверное, 20. И Михаил мне выслал стихи, я открыла их в электронном виде. И просто у меня было первое состояние, я заплакала. Потому что, ну, когда читаешь такие стихи о разлуке, о любви, ты невольно начинаешь это переживать. Вот, поэтому здесь, в данном случае, и мне, наверное, понадобились сутки. Я обычно, если я чувствую, я слышу музыку, мне нужно ее быстро переложить на клавиатуру. И быстро ее записать, чтобы не забыть. И вот в данном случае, очень было интересно, я не спала всю ночь, и на утро я написала эту песню «Разлука». Прошел еще день, и встав уже на следующее утро, я подумала, что-то не хватает. Не хватало скрипок, которые, в общем-то, были добавлены. Творческие люди никогда не спят. Не спят. Самое интересное, что вот весь творческий процесс, он происходит ночью. Это уникальный случай, и мы с Михаилом стали довольно-таки тесно сотрудничать. Я думаю, что перед тем, как мы расскажем все и обо всем, и о всех песнях, наверное, посмотрим сюжет, чтобы наши телезрители понимали, все-таки хотя бы немножечко поняли, о каких песнях идет речь. И сейчас посмотрим небольшой сюжет. Ирину Бабкину на многих концертах и творческих вечерах мытищенцы могли видеть солистка арт-группы «Совершенство». Она не только выступает в составе, но и является идейным вдохновителем коллектива. Сейчас, в самом разгаре лета, Ирина решила заняться сольным творчеством. Без сомнения, свою любимую группу она не оставит, но параллельно работает над личным проектом и планирует в будущем выпустить альбом. Мытищенский поэт Михаил Фридман помогает Ирине в создании новых композиций. Уже на протяжении двух месяцев они плотно сотрудничают. В основном новые песни, конечно, рассказывают о высоком чувстве. В моей судьбе нет главного героя, Нет главной роли, Остальные есть. Единый Бог, я верю, Он со мною, И весь, что я живу, благая весть. Первый раз мытищенская публика услышала эти песни на дне молодежи. В этот день выступали многие. Была подготовлена огромная концертная программа. Именно тогда Ирина Бабкина решила презентовать свои новые композиции. Сейчас идет кропотливая работа над ними. Аранжировка, запись, доработки. Отпускаю молча, отдаю другой, Отдаю на время, потому что мой. Отдаю на счастье и своей руки Для любой разлуки. Мы с тобою близки, как мы близки с тобой. Для Ирины Бабкина это новое, неизведанное дело. Она давно мечтала о чем-то подобном. Автора стихов она встретила случайно. Дружба завязалась легко, поскольку Михаил понимает Ирину с полуслова. Ей достаточно выслать поэту музыку, и песня готова. Совсем скоро мы услышим новый репертуар певицы. Презентация альбома состоится в ноябре. Светлана Кузнецова, Денис Петров, ТВ Матища. Вы сами говорили, понимаете с полуслова друг друга. Что это значит? Как происходит вот это с полуслова? С полуслова? Наверное, мне достаточно просто не объяснять ему тему, потому что он, скорее всего, все понимает по мелодии. Он присылает мне текст, и я понимаю, что это то, что я хотела. Очень много лет, ну, я бы сказала, лет семь, я мечтала писать песни, но у меня, к сожалению, ну, видимо, наверное, все приходит тогда, когда должно прийти, я так считаю, что какой-то период в жизни. До этого мне очень хотелось, я смотрела на то, как композиторы, например, в Ниссинской академии у нас ребята пишут песни. Вот у них идет-идет-идет сплошняком, вот у них там, может быть, 100-150 произведений. А я ходила и говорила, господи, почему я не могу написать? Что происходит? И вот, наверное, сейчас настал тот период, когда все-таки пришло... Пришло... Как обычно происходит это у музыкантов, у поэтов, у певцов, у композиторов. Это как-то вот вдохновение какое-то находит, потому что вот мы сейчас послушали песни, они достаточно грустные. Про любовь, но грустные. Судьба, отпускай, уходи, вернись. Почему вот сейчас именно грустные песни? Ну, наверное, это же опять же период жизненный. Ничего не происходит просто так, снова повторюсь. Были какие-то ситуации, я не буду, наверное, сегодня о них говорить, в моей жизни, когда происходили расставания с людьми. И это все-таки очень большой душ... Я бы сказала, очень большая душевная боль, которую ты переживаешь, и тебе необходимо это вылить во что-то. И вот это получается. Не бывает, наоборот, когда плохо, и хочется что-то радостное, что-то такое зажигательное? Пока что я такого не испытывала, наверное, потому что все-таки я только начинаю. Но вот на сегодняшний день, благодаря этому состоянию, все-таки единственное за то, что когда происходит расставание с человеком, или ты переполнен какими-то грустными эмоциями, наверное, все-таки за это и за каждый миг в нашей жизни нужно говорить спасибо. Потому что не зря мы получаем эту информацию. Значит, это для чего-то хорошего. Поэтому здесь, мне кажется, в данной ситуации, это у меня определенный период жизни, я думаю, что будут песни яркие еще, которые будут там. Они, в принципе, те вот сейчас пять песен, которые есть, три из них танцевального характера, поэтому... Ну, я думаю, что будут. Нетрудно работать с таким талантливым человеком. Все-таки у него, наверное, тоже есть какие-то свои взгляды, когда присылается текст. Бывает, наверное, что что-то не нравится, но что-то хочется переделать. Вот как он на это реагирует, и мне... Что говорит? И легко ли ему сказать? Вот эта строчка не подходит. Мне очень приятно, что я знакома с достаточно деликатным, культурным, высокообразованным человеком, который, грубое слово, в принципе, себе не позволит. Но тот текст, мы очень просто с ним общаемся в этом плане. Если он присылает мне текст, я записываю его и говорю, вот Михаил, нужно послушать, и в этом месте мне неудобно, и в этом месте неудобно проговаривать текст или еще что-то. Вот моментально Миша он исправляет, и тут уже вот ищется... Действительно, происходит творческий поиск, когда он ищет, подбирает правильные фразы так, чтобы мне удобно было проговорить или еще что-то. Поэтому вот у нас идет такая работа, достаточно серьезная. В этом он мне помогает, и ему большое спасибо за это. То есть тут еще дело не только в нравится-не нравится, но и по большей части еще в том, что не каждый текст можно как-то прочитать, пропеть, проговорить. Да, вот здесь действительно достаточно мастерство большое нужно, и очень большое мастерство в плане создания стихов. Не все стихи, которые я читала раньше, могли бы подойти, например, к тому, на что бы я, например, могла написать музыку. Может быть, поэтому я и не создавала ничего, потому что не было того, на чем бы я смогла бы развернуться. Сейчас у меня есть богатый, достаточно богатый материал, за что Михаилу спасибо в этом плане. И я думаю, что наша работа дальше продолжится, потому что мы с ним все-таки решили писать альбом. И вот сейчас, на сегодняшний день, за два месяца у нас есть уже пять песен. Это большой результат достаточно. Сколько нужно песен для полного альбома? Ну, песен на 14, я думаю, что хватит. То есть еще постараться придется. Михаил Фридман все-таки в первоначальном таком своем, что он делал раньше, он был поэтом. Он писал стихи не для песен. То есть изначально он просто писал стихи. И все-таки, наверное, это должен быть какой-то талант, чтобы сначала писать стихи для книг, для того, чтобы их читали, а потом как-то начать писать стихи для песен. Я думаю, что здесь все зависит от самого человека. Действительно, наверное, все зависит от того, насколько человек работает над собой. Я думаю, что Михаил достаточно в этом плане продвинутый, продвинутый в том, что он действительно работает над собой много. И поэтому у человека столько, большое количество книг, выпущенных им со стихами. И я думаю, что он все-таки писал раньше тоже стихи на музыку. Только, наверное, это была классика. Просто мы с ним достаточно знакомы как бы недавно, поэтому я думаю, что нам еще предстоит пообщаться. Каких бы песен хотелось бы еще в альбом? О чем они должны быть? Это только любовная такая лирика или что-то еще? Ну, на сегодняшний день, наверное, как однажды я попросила его, Михаил, а можно я попрошу текст, который бы зацепил и не отпускал? Вот, наверное, пока что именно этот период, который должен пройти, и все то, что накопилось, вся музыка, которая есть в голове, она должна перейти на бумагу и перейти на, соответственно, аранжировки и запись. А дальше, я думаю, что дальше будет видно. Все-таки мне хотелось бы действительно тематику любви, тематику, может быть, какой-то сказочности, может быть, я очень люблю, я вообще такой человек-романтик по жизни, я очень люблю замки, очень люблю мультикалис в Стране Чудес, вот меня это очень всегда радует, я даже езжу обычно, вот, да, вот была в Чехии, то есть специально ездила, чтобы посмотреть на эти готические замки, меня это очень всегда вдохновляло. Для меня это волшебство, поэтому я вот люблю волшебство, я думаю, что мы что-то еще создадим интересное. Сейчас по большей части такие песни глубокие, с глубоким смыслом, которые действительно цепляют. Не хотелось бы что-то такое написать в стиле такого юношеского, юношеской попсы, или что-то такое вообще легкое-легкое, которое бы постоянно можно было бы не только проникнуться, а просто постоянно напевать, как это обычно часто бывает. Можно, но тут можно еще бы дойти другим способом к этому всему, можно же сделать ту же самую песню «Отпускаю», да, ее можно сделать в стиле ремикс, например. Не обязательно она будет в одном варианте, она может в двух-трех вариантах быть. Я думаю, что здесь тоже можно поиграться, пошалить. Просто вот действительно нужно время, а времени очень мало, очень мало, тем более, да, вот как в сюжете была информация, что мы готовимся к ноябрю, я думаю, что мы успеем к ноябрю завершить это все, и все-таки презентация у нас будет. Я бы хотела, чтобы на этом вечере мы с Михаилом презентовали эти песни в достаточно торжественной обстановке, и параллельно я бы хотела устроить и концерт арт-группы «Совершенство». Концерты арт-группы «Совершенство», какие там будут песни? Уже новые, последние? Как-то, может быть, проводился анализ какой-то, какие песни больше воспринимаются публикой, что самое сейчас интересное, актуальное для тех, кто слушает? Ведь уже был действительно не один, было очень много концертов, на которых удалось и проверить, что нравится публике, и понять, что цепляет, и с чем лучше уходить. Я думаю, что то, что мы поем, в принципе, весь репертуар, он достаточно душевный, только сейчас мы стараемся больше уходить в роковое направление. Мы сейчас делаем произведение такое, как «Фантом-опера» Эндрю Ллойд Уэббера на четыре голоса. Я думаю, что у нас получится. Но все-таки все песни, которые исполняет арт-группа, это большой путь группы, который, в общем-то, прошел от становления до настоящего момента, то, что мы сейчас имеем. Ну, «Подмосковные вечера», скажем, «Молотка», «Молотка» — новая песня, которую я написала для них специально. Думаю, что еще несколько песен придется написать, потому что группа не должна останавливаться на этом. Но тот репертуар, который публика слушает, многим нравится, и, в принципе, мне кажется, нельзя подстраиваться. Нужно делать тот репертуар, который непосредственно подходит под диапазон, скажем, каждого певца, или под диапазон всего коллектива. Или, в конце концов, мы сейчас, в общем-то, имеем уже на сегодняшний день некий образ. Мы называемся «Совершенство». Поэтому все произведения, которые мы исполняем, они обязаны быть качественными. Несмотря на сегодняшнее направление, на сегодняшнюю попсу, они просто обязаны, потому что, я думаю, что нельзя прощать и нельзя допускать пробелов и некачественного исполнения. Шероховатости тоже не должно быть. Все-таки название оно обязывает. Войдут ли песни какого-то, ну, какие-то песни первого, старого состава в это выступление? Или исключительно только уже те, которые спят снова? Ну, учтем, что старый состав, вокальные возможности совершенно другие. Это были девочки, которые, в общем-то, которых я, можно сказать, воспитала, да? За шесть месяцев поставила им голоса. И они пели четырехголосие. Но сейчас тот состав, который имеет большие голосовые возможности, я думаю, что повторять репертуар старого коллектива мы... Нет смысла, наверное, никакого. Сейчас надо двигаться дальше. Надо совершенствоваться. Битбоксеры выйдут с вами на ваш отчетный концерт. Обязательно. Обязательно. Это два замечательных молодых человека. Но они, насколько мне известно, только в одной песне, да, пока с вами? В двух. В двух. В двух, да. Это какие? Молодка? Нет, это на Тихорецкую. Это... Мы сейчас пробуем Подмосковные вечера. И, возможно, третья песня, которая у нас будет, это «В горнице моей». Хотя мы ее сейчас исполняем под аранжировку. Я думаю, что попробуем. Какие-то фестивали ближайшие планируются посетить группы? Хотелось бы, но в связи с тем, что мы надумали концерт, и я надумала презентацию песен на стихи Михаила Фридмана, я думаю, что с фестивалями немножечко придется подождать. Если выпадет такая возможность, мы с удовольствием откликнемся. Но на сегодняшний день первая задача, потому что коллектив принимает участие во многих районных мероприятиях, и я сама выступаю как сольный исполнитель, но все-таки фестиваль — это одно, а когда мы задумываем концерт и отчетный концерт, мы должны показать то, что мы наработали за год. Полный репертуар. Поэтому будем готовиться. Я думаю, что это сейчас важнее для нас. Не сложно будет готовить и группу, коллектив, и самой дописывать альбом? 14 песен — это все-таки очень огромная работа. И я думаю, что и с этими пятью, наверное, еще нужно, как любому другому музыканту, творческому человеку, дорабатывать, переделывать, что-то там дописывать. Сложно. Будет сложно. Я знаю, что... Можно ли такой объем осилить до ноября месяца? Все-таки осталось не так много времени. Ну, я буду надеяться на то, что ребят мои, арт-группа, они профессионалы все-таки. Тот репертуар, который у нас есть, уже заготовлен. Мы его будем, как говорится, совершенствовать, репетировать, оттачивать, да, улучшать. А вот над своими песнями придется поработать и поработать достаточно серьезно, потому что эта работа не только дневная, это работа и ночная. Поэтому мысли приходят ночью, откровенно говорю. Будем надеяться, что в ноябре нам удастся все-таки посмотреть такой цельный, полный отчетный концерт арт-группы «Совершенство» Ирины Бабкиной. Сегодня, к сожалению, прощаюсь с вами. Наша программа подходит к концу. Я напоминаю, что это была программа у нас в гостях. В гостях у нас была Ирина Бабкина, певица, руководитель арт-группы «Совершенство». Но мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего доброго и до встречи.